Многозначительная пауза. США продолжают стягивать силы ближе к Сирии. Президент Трамп пропустил свой же дедлайн для начала военной операции. Похоже, готов забрать свои слова обратно. А союзники Америки все еще решают поддерживать ли Вашингтон. Все детали в материале Дмитрия Анопченко. Соединенные Штаты по-прежнему наращивают военное присутствие для возможного удара. Пресса обнаружила, два американских самолета разведки МС-12 приземлились сегодня на аэродроме Ироклеон на Крите. Их появление серьезный знак. Самолеты-разведчики всегда предвестники войны. Именно эти машины использовались во время операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане и Ираке до того, как начать вторжение. Американская база на Крите в принципе должна стать опорной точкой будущей военной операции. Если она, конечно, состоится. А сомнения в этом появились после странного твита Дональда Трампа. Политик, который сам сказал, что примет решение о начале спецоперации за 48 часов, теперь, похоже, берет свои слова обратно. Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро. В любом случае, США при моей администрации проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где наша «Спасибо, Америка»? Причина таких слов в том числе и ситуация, когда в союзниках согласия нет. Через совбез ООН решение о бомбардировках не провести. Там у России есть право вето. Для Белого дома очень важно, чтобы сирийская кампания в глазах всего мира не была лишь операцией США. Трампу нужна открытая международная поддержка. Хотя бы коалиция с Лондоном и Парижем. Президент Франции в эфире ТФ-1 сообщил, в Париже получили доказательства использования химоружия. Но от ответа на прямой вопрос, когда будет принято решение о военном участии его страны, все-таки ушел. У нас есть доказательства от того, что 10 дней назад было использовано химическое оружие, предположительно хлорин. С президентом США я почти каждый день связываюсь. А наше решение... Мы примем его в свое время, тогда, когда это будет наиболее полезным и эффективным. Доказательства получили и в Лондоне, но потребовали больше неопровержимых улик, выяснила газета «Таймс». Как раз сегодня правительство Ее Величество назначило заседание, чтобы обсудить применение силы. Самолеты британских ВВС на Кипре в полной готовности для нанесения удара по Сирии. Газета «Телеграф» пишет, что Тереза Мэй также отдала приказ направить к берегам Сирии британские подлодки, но формального решения не было. И, по-видимому, лишь услышав, ЕС из Лондона и ВИ из Парижа в Велом доме и отдадут команду своим войскам. А случиться это может в любое время. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».